Всем привет! Это пустые баночки августа и начинаю со средств для дома. Пустых баночек у меня, кстати, очень много и мне кажется, что у меня в августе кончилось абсолютно все, что могло закончиться. Вы сейчас просто поймете, я постараюсь очень быстро. Не знаю, вот я всегда, когда снимаю, предполагаю, что будет длинное видео. Здесь, чувствую, придется прям голопом проскочить, потому что очень много всего. Ну и начнем со средства для чистки туалетов. Я очень люблю средства для чистки туалетов именно Фаберлик за то, что они не воняют. Согласна, бывают средства, и они есть, существуют, которые моют не хуже, но они все содержат либо активный хлор, либо еще что-то. И когда я, например, покупаю тот же Доместес, я его уже несколько лет не покупала. У меня встает запах в носоглотке, я не могу потом в туалет зайти. Мне нужно пойти на улицу продышаться после него. Я не могу пользоваться такими средствами, они дешевле, их больше по количеству, по объему в бутылке. Но я все равно покупаю средства для туалетов Фаберлик, потому что никакой вони нет. Есть ненавязчивый, очень легкий аромат, который выветривается после того, очень быстро, как вы помоете туалет. Я не знаю, просто супер средство. Следующее, то, что я вам порекомендую, это средства для чистки плитудуховок. Всегда почему-то возникают споры, у кого-то оно не работает, у кого-то работает, и работает шикарно. У меня работает шикарно. Но мой личный опыт, когда у меня был еще Amway, я купила Фаберлик и нанесла Фаберлик точно так же, как Amway. Абсолютно использование одно и то же нанесла и не работает. Я написала в компанию, еще девчонки, девчонки у меня, кстати, купили и покупают еще. Я говорю, слушайте, вы покупаете, у вас работает? Они говорят, что вообще шикарное средство. Я говорю, почему у меня-то не работает? Они говорят, да ты нерапожадничала и мало налила. Когда я налила достаточное количество на очищаемую поверхность, оказалось, что работает все просто идеально. То есть, сильно экономить не нужно. Хотя я уже прочитала в комментариях, кто-то даже разводит, наносит в виде спрея и все работает. Девочки, экспериментируйте. Лично я так не делаю. Я вообще не люблю распылять ничего в воздух. Поэтому дезодоранты никогда, распылители не покупаю. Мне очень неприятно все это вдыхать. И следующее средство вам тоже покажу, которое я вам не рекомендую. Но средство для духовок и плит я вам очень рекомендую. Это средство нанес, забыл на 30 минут и смыл. Все, никаких трений, никаких выскребаний, вообще ничего не требуется. Я очищала и пригоревшую кашу. Представляете, да, вот у меня каша варилась, варилась, потом я про нее забыла, она начала жариться. Пригорела рисовая каша, я думала, выброшу кастрюлю. Нет, я налила. У меня все отошло просто. Может, не за 30 минут, потому что это был очень сложный нагар, очень толстый. У меня также, я забывала про варенье. У меня варенье пригорало. Все это прекрасно отмывает. Где нельзя, вот тоже, я почистила алюминиевую плиту, она у меня испортилась. Конечно, она испортится. Алюминий не рекомендуют, на алюминиевых поверхностях нельзя применять, нельзя. Алюминиевые, хромированные, никелевые. Раньше еще были в списке латунные. Но у нас все абсолютно написано вот здесь на упаковке. Читайте упаковку, прежде чем начать пользоваться средством, тем более, если первый раз. Здесь написано, меры предосторожности. Второе предложение, не применять на материалах, чувствительных к щелочам, никеле, хроме и алюминии. Если вы знаете еще какие-то материалы, которые к этому чувствительны, тоже не применяйте. Тогда у вас не будет негативного опыта и все будет в порядке. Да, у меня тоже, где задеты алюминиевые поверхности, там все выжжено, там пятна. Но я знала, я просто попала и не увидела. Избегайте, заклейте малярным скотчем это место, не знаю, маслечком намажьте, да, чтобы это средство там не работало. В любом случае, лучше что-то как-то предупредить и прикрыть эти алюминиевые части, чем потом испытывать негативные ощущения. В общем, всегда читайте инструкцию до того, как вы использовали, а не после того, как что-то испортилось. Следующее средство, я его просто сразу говорю, не рекомендую, оно уже попадало у меня в видео, больше не куплю. И я вам не рекомендую. Почему? Во-первых, хуже работает. У меня то, что очищает обычное средство наше для ванн, то, что очищает буквально через 5 минут, это будет стоять 10-15 и так и не очистит. Я потом психану, пойду, достану обычное средство, нанесу его и все прекрасно отмоет. Этим я пользовалась исключительно открутив, налив на губку и просто самые слабые загрязнения, которые появляются на раковине. Отмытья рук, там стирки, мытья там обуви, еще чего-то у меня там, что только не моют мои домашние. Вот такие легкие загрязнения смывает, имеет более приятный аромат. Это единственный плюс этого средства. Ну и самый-самый огромный минус, из-за которого я вам не рекомендую его покупать, это вот этот распылитель. Я не знаю, кто по своему собственному желанию хочет дышать кислотами, но тот, конечно, может купить. В составе активные кислоты и распылять их в воздух, это значит ими дышать. Однозначно дышать кислотами, понимаете, у вас попадает через органы дыхания. В общем, это самое неудачное, что я покупала за последнее время и вам тоже не рекомендую. Закончился гель для стирки и для особых тканей. Такой у меня уже потрепанный, потому что я использую параллельно с порошком и он у меня очень долго не заканчивался. Стираю им все нежные ткани, пуховики стираю, мембранные вещи стираю. В общем, хорошее очень средство, рекомендую, выполаскивается на темных вещах, никаких белесых разводов не оставляет. Все супер. Универсальный жидкий спрей пятновыводитель тоже у меня закончился. Я его уже, конечно же, приобрела повторно. Очень люблю на носочки, на белые, на следочки побрызгать перед стиркой, на воротнички, на манжеты. В общем, на те места, где есть какие-то пятнышки, перед стиркой наносишь. Запускаешь стирку вместе с отбеливателем и пятновыводителем, в зависимости от того, какое наполнение у вас в стиральной машине. И все замечательно работает, очень его люблю. Так, средства для дома у меня закончились. Теперь пошло декоративка, уход, все вместе. Закончились у меня активная сыворотка с коллагеном и крем для лица и шеи, круговая пластика. Я люблю эту парочку. Бывает, что можно купить ее со скидкой, с очень хорошей по каталогу, но они почему-то всегда по отдельности. Сначала сыворотка, например, идет с хорошей скидкой. В следующем каталоге крем для лица, круговая пластика. Рекомендую именно в этом сочетании и только на ночь. Я поняла, что эффект дает именно при ночном применении. Ну, у него в рекомендациях такое написано, что при ночном применении. Активная сыворотка очень жиденькая. Когда открываешь, она как водичка прям выливается отсюда. Она такая гелеобразная, но прям выглядит как водичка. Вот сейчас вам, наверное, видно. Она очень хорошо впитывается, никакой липкости не оставляет. Но для тех, у кого очень сухая кожа или на холодное время года, возможно, будет недостаточно этого ухода. Поэтому все-таки на более теплое время года, если у вас, допустим, вы живете в теплом регионе, вам можно, наверное, и круглогодично использовать. Ну, а я вот осенью сейчас мне все это закончу. Сейчас уже не буду покупать, будет у меня другой уход. Средство для L'Oreal двухфазное закончилось у меня. Единственное, которое не вызывает у меня сжение в глазах. Конечно, я уже купила другое. Всегда его смываю с глаз, потому что жирная пленка, которая оставляет именно это средство, она потом превращается в какую-то, ну, как корочку, что ли, подсыхает и подчеркивает все морщины. В общем, глаза выглядят ужасно, просто ужасно. Поэтому я смываю. А вот теперь я поговорю 10.39 артикул. Нет у нас уже этой сыворотки лифтинговой серии Beauty Lab. Это была голубая сыворотка, которая, ну, просто шикарно действовала. Кстати, капелька тут стекла осталась. Надо мне обязательно ее допользовать. Я почему-то не заметила. Не знаю, почему у нас ее больше нет, но когда я делала отзыв на эту сыворотку в первые 5 дней использования, эффект, видимо, еще не накопился. А когда я посоветую Валерию Профатыла месяц пропользовалась, я уже поняла, что я не могу остановиться. И буквально дней через 5-6 после окончания использования у меня был перерывчик небольшой. Я поняла, что все под глазами опять все видно. Настолько хорошо она расслабляла мышцы. И я выглядела просто, вот, просто была идеальная. Вот здесь кожа вокруг глаз. Наносила буквально одну капельку на зону вокруг глаз. И вот здесь на морщинки межбровные. И на морщинки, которые вот продольные на лбу. Девочки, ну, просто потрясающий эффект. Не знаю, почему ее нет. Вообще даже артикул не бьется в каталоге. Очень жаль. Следующее, что у меня в очень некрасивом виде. Ну, вот во что превращается баночка. Это активная вода платином, которую я наношу под ночной крем. У нее есть применение и на макияж. Но я в этом не вижу смысла именно у себя. Поскольку у меня очень много слоев на лице. И тональных, и пудры, и корректоров, и чего только нет. И я буду, я считаю, что лично для меня это бесполезное использование. Тем более, что если я набрызгаю... Здесь не такое распыление, как у термальной воды, например. Не мелкодисперсное. Если я это набрызгаю на лицо, на макияж, то просто все может поплыть. Поэтому я наношу на очищенную кожу. Там очень много, как говорит Валерия Проватила, опять на нее ссылаясь, да, вкусных веществ. Вкусных в плане того, что настолько полезных, что, конечно, лучше наносить на очищенную кожу. Активную воду Платинум люблю. Заказала еще. И просто специально для меня, видимо, акция попалась. 239 рублей она стоила в каталоге. Здесь 30 мл. Пахнет абрикосиком. Очень приятная. Нелипкая совершенно никакая. Прекрасно впитывается. Под ночной крем я обязательно ее наношу. На шею наношу. На декольте, если попадает, разношу. В общем, супер-супер средство рекомендую. Следующее. А, кстати, да, что она делает? Я не знаю, что она делает. Но если наносить просто отдельно ночной крем, с утра ты видишь одну картинку на лице. Если ты наносишь воду Платину под крем, ты видишь более красивую картинку с утра. То ли более подтянутая кожа, то ли более ровная. Я не знаю, я вообще заметила, что в последнее время у меня кожа стала более ровная. Хотя я никаких шлифовок, ничего, ни пилингов уже сто лет не делала. Но она просто, я ее трогаю, она гладенькая, такая приятная. Возможно, из-за того, что я стала активно делать альгинатные маски. Я не знаю, но вот за последнее время я сделала четыре. Если я раньше там раз-два в месяц делала, то и вообще забывала, то сейчас четыре штуки. У меня из четырех три увлажняющих и одна тонизирующая. Увлажняющие не покупала. Не покупала принципиально из-за того, что в принципе все увлажняющие маски я не люблю. У меня они вызывают раздражение, покраснение, даже какую-то напряженность в коже. Это я говорю про кремовые и гелевые текстуры, поэтому думаю, ну зачем я буду альгинатку покупать. Ну а тут у нас антивозрастных почему-то не стало в каталоге. И выбор между тонизирующими и увлажняющими. Но решила заказать увлажняющую, попробовала и обалдела. Теперь это самая моя любимая маска из альгинатных. Она не так сильно сковывает лицо белого цвета. Ну понятно, запах у нее одинаковый со всеми. И она прекрасно увлажняет, подтягивает лицо после нее идеально. Девочки, я вот сколько говорю про альгинатные маски, столько вам всем рекомендую ими начать пользоваться. Вы поймете, что вы потратите 40 минут примерно времени. Это нужно лежать, это нужно ни с кем не разговаривать. Вы потратите это время на себя, но вы увидите эффект. И он у вас будет длиться. Ну вот у меня длится неделю. То есть мне интервала раз в неделю достаточно для того, чтобы эти делать маски. И когда у меня даже времени совсем нет, я просто убираю это время от сна и делаю маску. Для того, чтобы мне было приятно видеть себя в зеркало. Рекомендую вам, покупайте. Попробуйте хотя бы один раз. Но соблюдайте абсолютно все указания на инструкции, на упаковке. Все соблюдайте. 50 миллилитров, отмерьте ровно 50 миллилитров тепленькой водички. Замешайте очень-очень быстро и моментально наносите на лицо. Никакого промедления эта маска не терпит. Как только вы чуть-чуть затянулись где-то там, за что-то нагляделись, куда-то вышли, все, она застыла в чашке. Ее можно выбрасывать, ее уже никак не развести. Поэтому будьте внимательны. Ну и кистью для масок вряд ли ее можно будет нанести, потому что она очень-очень густая. Вы это поймете. Она как... Ну она достаточно густая изначально. Ее нужно носить очень толстым слоем. И упаковка рассчитана на одно применение. Дальше из масок, что я сделала? Маску питания. Я ее делала в рамках лечения своего лица. После того, как у меня сжение пошло уже просто, ну просто абсолютно на все, я решила напитать, восстановить и сделала маску питания. В принципе, неплохая. Мне кажется, я даже на два дня ее растянула, потому что там было очень много содержимого. Так, следующая пустая баночка, пустая упаковочка. Это очищающая маска из серии Beauty Lab. Вообще, эту линейку очень люблю. И если получится, закажу корректор. Неоднозначное у всех мнение по поводу этого корректора. Но надо посмотреть самой. У всех разные потребности, у всех разные ожидания, поэтому и разные отзывы. Посмотрим, что этот корректор делает. Если, честно говоря, удастся мне его купить по акции, опять на него будет скидка 40% в каталоге. Если он будет на складе, то я обязательно закажу. У меня кожа не жирная, у меня кожа не требует какого-то супер монтирования. Поэтому я ее использую просто для того, чтобы очистить. Компания Faberlic исключила из каталога мой любимый гаммаж с аромомаслами. Она исключила из каталога, была у меня паста Exfoliant серии Airstream. Этого ничего нет. Гаммаж, который сейчас в серии Axiology, это обычный скраб. Я скрабами не пользуюсь. Поэтому я не знаю, чем очищать лицо. И использую теперь вот эти маски. То есть я не замечаю эффекта мотирования или там еще что-то. Я просто думаю, что она очищает мое лицо. Ощущения интересные. Надеваешь черную маску, начинает пузыриться. И в какой-то момент эти пузыри достигают такого объема, что они и в нос попадают. И вообще везде-везде все это пенится, немножко шуршит как-то так на лице. Интересное ощущение. Но я вот, вот просто не моя эта маска. Я ее терплю для того, чтобы очищать лицо. Ну, мне так кажется, что она очищает лицо. Хотя после гаммажа это совершенно другой эффект. Следующее, что у меня, давайте покажу из ухода, это бальзам для стоп-гладкие пяточки. Всегда его использую, всегда у меня есть. Особенно после использования какой-нибудь роликовой пемзы или просто пемзы. В зависимости от того, что под рукой у меня было. Конечно же, я уже купила себе на смену. Очень вам рекомендую. Если пользоваться каждый день, если пользоваться совместно, особенно с роликовыми пемзами, ваши пяточки просто будут настолько гладкими. Я, честно говоря, один раз так начистила пятки, что мне было скользко по кафелю ходить. Вот так. Оказывается, еще и побочный эффект от этого есть. Так, дальше из ухода выбрасываю незаконченный гель вербена. Не подошел мне этот гель. Я поняла, что как только я его исключила, у меня пропало жжение. Поэтому, если у вас сухое или чувствительное лицо, точно вам не рекомендую. Для жирной кожи, ну, скорее всего, подойдет. Но тоже не увлекайтесь. Просто, допустим, вечером смывайте все, что за день у вас накопилось на лице. А с утра что-нибудь понежнее используйте. Написано для всех типов кожи. Но лично мой опыт подсказывает, что для сухой и для чувствительной все-таки лучше не использовать. Потому что я пользуюсь этим гелем и утром, и вечером. Вроде бы казалось, что никаких раздражений, ничего от него нет. Но когда ты начинаешь пользоваться тоником, когда ты начинаешь делать маску той продукции, которая у тебя никогда не вызывала раздражение, они начинают раздражаться. Все понятно. Нарушен гидролипидный баланс кожи. Я уже об этом начиталась. Вы мне много ссылок скидывали. Я все прочитала. Большое вам спасибо. И исключив только вот это средство, у меня все наладилось. Поэтому, девочки, я его больше точно не куплю. Что я у себя откопала на работе в тумбочке? Представляете, спрей лед он у нас еще тогда назывался для лица. Он просто уже давным-давно истек у него срок годности. Я забыла. Два года назад его принесла, положила в тумбочку. Я брызгала как-то пару раз на лицо. Поняла, что все, что попало мне на губы, это очень невкусно. И перестала пользоваться. Сейчас у меня есть обновленный вариант. Я им пользуюсь на тело, на лицо не пользуюсь. Потому что мне не нравится такое использование, что-то распылять. Ну или, возможно, как сыворотку под дневной крем. Возможно, я буду использовать. Ну, в общем, это не просто не мой продукт. Поэтому покупать не буду. А моя подружка по 5-6 штук берет. Вот такие мы все разные. Зубные пасты, давайте покажу. Закончился колгейт. Ну, это просто любимка моя. Любой какой колгейт, total 12, не покупаю. Все мне нравится. Конечно, стараюсь выбирать там, где нежная мята. Потому что очень ядреные вкусы я не люблю. И вторая зубная паста у меня закончилась. Это наша из серии Expert Pharma. Достаточно мягкий у нее вкус. Но все, я не люблю пасты Faberlic. Поэтому уж простите меня, я повторно покупать не буду и хвалить сейчас не буду. Я ей поругать не могу, но держит чистоту она до конца дня. Но почему-то с колгейтом, например, более приятное ощущение после чистки. Я после пасты Faberlic у меня такое ощущение, что, как бы это назвать, вяжущее какое-то действие во рту. Я бегу бегом пить воду. Вот прям бегом. Я сколько не прополаскиваю рот, это ощущение не уходит. Хочется прям воды напиться. После колгейта такого нет. Как это назвать, какой реакции это определить, я не знаю. Дальше, что я использовала. Кашу гречневую съела на работе. Когда бываю слишком голодна, а не хочется есть булки или конфетками перекусывать, я ем кашки. Сейчас у меня остались одни рисовые. Буду их кушать. Следующее. Крем сорбет для тела. Такого, по-моему, у нас уже нет даже в подарках для консультантов. Очень мне понравился. Очень нежный, приятный аромат смородины. Я бы еще такой купила, но больше не вижу. Закончился шампунь для крема. Это мой любимый шампунь, который оставляет мою голову чистой в течение двух дней. Уже были споры. Девчонки спорят. Вот просто не знаю. Как будто что-то знают про меня больше, чем я сама. Вот там, мне говорят, пользуется она этими масками, чтобы волосы не выпадали. У самой волосы от шампуня выпадают. У меня волосы от шампуня не выпадают. И от этого в том числе. У меня выпадают, волосы начинают выпадать просто как только я стрессану по какому-то поводу. Вот если есть какая-то встряска прям нервная, все, я на утро иду мыть волосы, и они у меня вот так пучками просто вылазят из головы. Я начинаю применять маски. Масками я не пользовалась уже, наверное, месяц или полтора. Они у меня стоят мертвым грузом. Шампунями пользуюсь. Шампунь и лакрем сейчас у меня в использовании с ароматом мяты. Вот, кстати, дезик кончился из этой же серии с ароматом мяты. И такое же у меня сейчас применение. Очень люблю эту линейку и дезодоранты. Здесь увеличенный шарик большой, тоже более удобный для меня, чем мелкий в других дезодорантах. Ну и аромат мяса, мяты, мне... Аромат мяса я, наверное, есть хочу. Оговорочка по Фрейту. В общем, аромат мяты мне очень нравится. Это очень непривычно для меня было. В шампуне его почувствовать, дезодоранты. Но на самом деле очень интересно, мне понравилось, я с удовольствием пользуюсь. Закончился сухой шампунь, но это моя дочь. Это у меня потребитель сухого шампуня, мой ребенок. У нее волосы очень длинные, ей их не всегда охота мыть. И она им с удовольствием пользуется. А я после того, как перешла вот на эти шампуни, вообще перестала использовать сухой шампунь. Потому что на второй день у меня волосы в таком же состоянии, как в первом. Сегодня у меня первый день волосы. Они у меня и на завтра будут абсолютно такими же. Может быть, они вот здесь будут более какими-то склеенными, что ли. Но у корней ничего не поменяется. Вот это самое главное. Поэтому у меня всегда в запасе этот шампунь, его очень много. Следующее, что у меня закончилось, жидкие кристаллы. Кто меня постоянно смотрит, видели, да, что я записала это средство, больше не куплю. Но потом решила его допользовать. Мне было жалко выбрасывать. Подружка что-то у меня долго не приходила, которая им пользуется. И я решила, я его допользую. Тем более, прочитала комментарий, что нужно его побольше нанести. Сначала на мокрые волосы, а потом и на сухие. Девочки, я осталась в полнейшем восторге. Просто в полнейшем восторге. Настолько облегчается укладка. Это раз. А два, волосы, вот такие вот, какие-то живые, не похожие совершенно ни на какую вату. Я просто пришла в полный восторг. Я реабилитирую его в своих глазах. Но единственное, аромат бы немножко сменили. Здесь есть ноты ментола, которые мне не нравятся здесь. Поэтому я его допользовала с трудом. Из-за того, что он пахнет не так. Но вот если бы его перевыпустили с каким-то другим ароматом, я бы 100% купила. Дальше для волос сейчас использую сыворотку Активный Гиалурон. Она у нас в 13 каталоге будет новинкой. Но за 1 рубль мне дали пробник. Здесь 7 мл хватает надолго. Очень-очень мне тоже понравилось это средство. Точно так же наношу на мокрые волосы. А затем, после того, как я уложила круглой щеткой и феном, я немножко прохожусь по прядям. Как бы их приглаживаю, разглаживаю на сухих волосах. Тоже мне нравится эффект. Вот сейчас у меня с ним сделана укладка. Никакого утяжеления. Аромат, кстати, здесь абсолютно нейтральный. Даже на что-то похожее из наших средств я не могу сейчас вспомнить на что. Но он очень нейтральный. Выбрасываю. Вот это вот, кстати, была пудра. Это пудра с шиммером. Закончились практически все светлые оттенки. И вот этого недостаточно. Были, по-моему, еще светлее. И я их использовала в качестве румян. Но вот в этом году поняла, что эти очень темные оттенки дают какие-то прям синяки на щеках. Решила уже выбросить. Следующее, что я выбрасываю, это помада. Сейчас я вам скажу. Губная помада. Абсолютное увлажнение. Абсолютное увлажнение. Абсолютно новая помада. Выбрасываю, потому что ей невозможно пользоваться. Она и скатывается, и не выравнивает. И ничегошеньки она не увлажняет. В общем, такая ерунда полная. Оттенок у меня 40, 0,85. Лежала-лежала она у меня на работе. Я думала, что я буду ей вместо блеска ее наносить. Она, потому что очень светлая. Вот так на руке. Но, как не посмотрю на себя, накрашу ей. Посмотрю на себя, думаю, да лучше бы я вообще ничем не красила. Поэтому выбрасываю. Подсохли. Выбрасываю две туши Push Up и Draw & Roll. Понятно, это две мои любимые. Третья попала у меня теперь в разряд любимых. Это розовая тушь Fly Lashes. Эти просто подсохли. Я не разбавляю тушь. И не люблю этого делать. Поэтому чуть-чуть подсохла выбросила. Потому что я покупаю все со скидкой, с хорошей скидкой. И 100 рублей раз в два, в полтора месяца я могу потратить на тушь. Только для того, чтобы ничего с ней больше не делать, не разбавлять. Никаких танцев с бубном по ней не танцевать. Закончился карандашик для бровей Faberlic 55-65 оттенок. У меня уже есть такой же новый. Вот до такого я состояния его доточила. Дальше уже не смогла. Он у меня даже просто теряется в косметичке. Я его ищу по 5 минут. Это тоже раздражает. Упаковка от спонжа нашего у меня здесь лежит. Спонж, кстати, абсолютно такой же, как из фикс-прайса. Поэтому, честно, можете купить в фикс-прайсе. И будет точно так же этот конжаковый спонж вам работать. Только стоит он 55 рублей. Дальше. Ватные диски тоже покупала в фикс-прайсе. С ионами серебра. Но кто бы их видел. Мне всегда это смешно читать. Хотя даже в составе здесь есть, в составе дисков, раствор, цитрат и серебра. Ну, наверное, там есть. Но просто неплохие диски. Некоторые из них попадаются супер тонкими из-за того, что их 140 штук в упаковке. А упаковка стандартной длины. То есть они просто более тонкие. Но мне нормально подходит. Ну и две упаковки от мыла. Это Оман. Вот это супер просто для меня аромат. Я не могу им надышаться. Я очень сожалею, что купила всего два мыла. Оно белое. И обожаю просто этот аромат. Просто обожаю. У меня сейчас лежат уже вот такие вот маленькие обмылочки. Мне их жалко выбросить. Я просто ими мою руки. И получаю большое удовольствие от запаха. А вот это новинка у нас. Туалетное мыло с апельсином и ванилью. Больше заказывать не буду. И вам не очень рекомендую. Честно говоря, ни апельсином, ни ванилью не пахнет. Пахнет каким-то дешевым апельсиновым соком. Вот именно дешевым апельсиновым соком. Какая-то противная. Вот это противный запах апельсина. И вообще не того апельсина, который вы ожидаете. То есть это не цитрус, который выдавливает свежевыжатый вот этот апельсиновый сок. Это, как я говорю, дешевый апельсиновый сок. Пахнет именно так, как вот это мыло. Оно оранжевого цвета. В мыльнице, когда немножко размокает, мыльница становится грязная вся такая оранжевая. В общем, я его больше точно не куплю. И, может, кому-то из вас понравится, попробуйте. Закончились. У меня еще, знаете, что La Roche-Posay 50 SPF 50 здесь брала с собой средства. Здесь немножко есть тонирует. Тон, не знаю для чего, очень тонко ложится. И SPF 50 работает. Но для чего вот это вот здесь тон? Очень-очень жидко. Ты вот буквально сейчас перевернешь, и он польется. Ну, сейчас там уже пусто, но вообще очень, имейте в виду, что очень жидкое средство. Ну, и гель вокруг глаз. Шанель, я тоже брала с собой пробничек на отдых. Закончила его здесь. Здесь, ну, гель и гель. Наш Аквасмарт абсолютно такой же. Почти 30 минут видео я наснимала. Девочки, кто хочет покупать косметику Фаберлик со скидкой, кто хочет тушь за 100 с небольшим рублей покупать, проходите по ссылке под этим видео. Я буду вашим помощником в компании. Вы будете делать заказ тогда, когда вам надо. Это захотите, делать не будете. Я такой наставник, такой помощник, который ничего не заставляет делать, хотя это сетевая компания, и все думают, что здесь именно так. Нет. По этой ссылке, если пройдете, у вас будет все только по вашему желанию. А я добавлю у вас свои вайберчаты, где буду информировать вас о каких-то акциях, о распродажах закрытых, о начислениях денег. Фаберлик у нас в Фаберлик очень часто начисляет деньги на оплату заказа, ну, на определенную сумму, то есть ставит какие-то свои условия, но они абсолютно все выполнимые. Поэтому не переплачивайте никаким консультантам, регистрируйтесь сами, заходите в свой интернет-магазин, в свой личный кабинет и делайте покупки со скидкой и с удовольствием. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока. Жду вас в своей команде.